В 2020 году компания Xiaomi установила рекорд распродажи 11.11 с общим доходом в 2 миллиарда долларов. Ожидается, что в этом году выручка производителя обновит этот рекорд, несмотря на кризис. В этот раз компания подготовила вдвое больше скидок на общую сумму 310 миллионов. В ходе большой распродажи в цене должны упасть флагманские смартфоны нового поколения, такие как Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra на базе процессора Snapdragon 888. Но будьте уверены, что они не единственные. Также ожидаются и скидки на другую технику компании, включая телевизоры, мониторы, ноутбуки, гаджеты умного дома и так далее. Поэтому самые интересные предложения от Xiaomi к распродаже 11.11 я постараюсь вам показать в этом видео. Поехали! Презентация Mi Band 6 состоялась еще в первой половине года, и, пожалуй, обновляться на него стоит даже пользователям Mi Band 5. Среди ключевых изменений увеличенный до 1,56 дюймов OLED-дисплей на всю фронтальную панель с яркостью до 450 нит, более 130 новых и более информативных циферблатов, а также датчик измерения уровня кислорода в крови. Кроме того, браслет поддерживает около 30 различных видов тренировок, следит за качеством сна и уровнем стресса, предлагает выполнить дыхательные упражнения и имеет встроенный женский календарь. Также заявлены водонепроницаемость до 5 атмосфер, Bluetooth 5.0 и работа от одного заряда до 14 дней. Для тех, кого не устраивает форм-фактор браслета, тоже есть вариант. Слоган Mi Watch Lite звучит как «тренируйся с умом», то есть Xiaomi предлагает пользователям часы, которые должны помочь в тренировках. В них есть GPS и GLONASS, так что если вы занимаетесь бегом и любите отметки на карте, то это ваш доступный выбор. В режиме «бассейн» они помогут засечь проделанное расстояние, работают точно. При этом удобно, что экран блокируется. Да и просто как аксессуар, часы на руке смотрятся солиднее, чем браслет. В общем, Mi Watch Lite – это гаджет, который и должен помочь вам сделать тренировки комфортнее. А еще покажет время, уведомления и звонки, или отправит звуковой сигнал на ваш телефон, если тот куда-то затерялся. Кто в 2021-м не имеет в своем арсенале беспроводных наушников? Пожалуй, таких людей мало. Но если вы один из них, то 11-е-11-е – отличный повод для их приобретения. Я выделю три популярные модели наушников от Xiaomi, каждая из которых является лучшей в своем ценовом сегменте. Первая – это ТВС-наушники начального уровня – Mi True Wireless и Abbas Basic 2S. Тут и литий-ионный аккумулятор емкостью 600 мАч, который обеспечивает 24-часовую автономность, и игровой режим, и даже датчики автопаузы. Но самое главное – идеальное звучание, о котором отзываются пользователи, как для их цены в районе 20 долларов. Если бюджет не ущемляет, то логичным выбором будет продвинутая версия наушников Redmi AirDots 3 Pro. Также эта модель продается в разных странах под названиями Poco Pop Buds и Redmi Buds 3 Pro. Наушники превзошли все ожидания, как по удобству и автономности, так и по функционалу и звучанию. Это интересное предложение за свои деньги для тех, кому нужен качественный шумодав, достойный звук, и кому не нравится торчащий из уха формат AirPods. Наушники от Xiaomi прекрасно подходят как для занятий спортом, так и для повседневного прослушивания. Они небольшие и аккуратные, смотрятся практически с любой одеждой. Даже беспроводная зарядка тут есть. Ну и наконец, для тех, у кого денег в куры не клюют, тоже есть топчик от Xiaomi. Flip Buds Pro – флагманские беспроводные наушники от Xiaomi с системой активного шумоподавления, стильным дизайном и отличным качеством звука. Они смело претендуют на звание лучших беспроводных наушников и не только на Алиэкспресс. Поэтому я не буду вдаваться в технические детали, а просто примите это как факт. К тому же, я неоднократно рассказывал о них в своих прошлых видео на канале. Умные напольные весы MISMART SCALE 2 помогут вам отслеживать мельчайшие изменения вашего веса. Они оснащены высокоточным датчиком, который сразу определит изменение массы тела даже в пределах 50 грамм. Выпитый стакан воды или съеденный фрукт не останутся незамеченными. MISMART понимает, что даже незначительные изменения могут иметь для вас большое значение. Весы автоматически считывают параметры тела, запоминая одновременно до 16 человек и опишут общее физиологическое состояние каждого в программе Mi Fit, которой они подвязываются в вашем смартфоне. Там же можно отследить уровень жира и динамику изменения веса за все время использования, что лишний раз замотивирует вас держать себя в форме. Кстати, и цена на распродажи на них очень вкусная, всего лишь порядка 20 долларов. Приставка Mi Box S Это смарт-помощник, расширяющий возможности вашего телевизора. Гаджет обеспечит максимально высокое качество воспроизведения и комфорт использования. Приставка обрабатывает 4К-видео со скоростью до 60 кадров в секунду. Подобная шустрость и простота обеспечиваются благодаря Android 9 TV Pie, открывающим доступ к лучшим приложениям и играм из Google Play. Контент настолько разнообразен, что любой член семьи найдет для себя, что посмотреть. Работу с устройством упрощает голосовой помощник. Скажи окей Google, и персональный ассистент будет готов активировать любую функцию, например, создать напоминание или узнать погоду. А благодаря минималистичному дизайну, приставка будет гармонично смотреться в любом интерьере. Mi Box S совместим со смартфонами, ноутбуками и планшетами. Легко подключается и к жесткому диску. В общем, возможности этой ТВ-приставки от Xiaomi не ограничены, и на распродаже у вас будет возможность в этом удостовериться всего за 55 долларов. Для тех, кому нужен вариант подешевле и чтобы вмещался в карман, нет ничего лучше, чем Mi TV Stick. Это тоже сертифицированное устройство Android TV, ориентированное на потоковое воспроизведение при минимально возможной цене. Внутри этой маленькой ТВ-приставки нас ожидает Chromecast для отправки контента с мобильного телефона, а также все сертификаты, позволяющие просматривать YouTube, Netflix, Prime Video, HBO или Disney+. Но на просторах Google Play можно будет найти приложение для просмотра на самый изысканный вкус. Mi TV Stick работает под управлением того же Android TV 9 Pie и имеет поддержку обновлений по воздуху. В целом же это немногим менее мощный вариант приставки для превращения любого телевизора в смарт-ТВ, который везде можно взять с собой. Глобальная версия планшета Xiaomi Mi Pad 5 была представлена только 15 сентября этого года, но ее уже сейчас можно заказать на Алиэкспресс. Это тонкий современный планшет со стильным дизайном. Корпус из первоклассных материалов. IPS-дисплей с высоким разрешением WQHD+, быстрым и эффективным процессором Snapdragon 860 и рядом фирменных фишек. Версии 2.6-128 и 8-256. Обратите внимание, слот для microSD для расширения хранилища не предусмотрен, поэтому рекомендую брать старшенького. В первую очередь взгляд приковывает минималистичный дизайн от Xiaomi в духе флагманов Mi 11, а алюминиевый корпус толщиной всего 6,9 мм делает этот легкий, весом всего 511 грамм, 11-дюймовый планшет еще более стильным и привлекательным. В зависимости от нагрузки, Pad 5 может прожить и день, и несколько дней. Этому способствует 8720 мАч. Из явных недостатков, по какой-то неведомой причине в планшете отсутствует сканер отпечатка, а разблокировка по лицу проводится только за счет фронталки, а не специального 3D-датчика, что небезопасно и делает неудобным вход в некоторое приложение, затрудняя, например, оплату. Также здесь вы не найдете GPS-модуля, слота SIM и гнезда для наушников. Во всем остальном это отличный планшет, у которого нет конкурентов в этом ценовом сегменте. У него классный экран с поддержкой 120 Гц, крутые динамики Dolby Atmos, притом целых 4 штуки, и даже стилус имеется. Даже модели, которые стоят в несколько раз дороже, имеют более-менее похожие параметры, поэтому лично я не вижу смысла переплачивать. Беспроводной пылесос – еще один товар, который пригодится всем и каждому. Для кого-то это незаменимый помощник для уборки в авто, кому-то – более мобильный и удобный напарник основному пылесосу, ну а кто-то вообще пользуется им как основным решением для уборки по дому. В любом случае, данный тип бытовой техники набирает популярность, и сейчас я вкратце расскажу, на какие беспроводные пылесосы Xiaomi и ее суббрендов стоит обратить внимание. Крайне привлекательно выглядит парочка Dreamy P10 и Dreamy P10 Pro. Старшая версия имеет в комплекте ту самую турбо-щетку для мягкой мебели и салона автомобиля. У нее чуть выше емкость аккумулятора, что обеспечивает час беспрерывной работы, что на 10 минут больше стандартной версии, и еще у нее больше мощность – 100 аэроватт против 130. Собственно, поэтому прошка и на 30 долларов дороже. Зарядка двух пылесосов занимает примерно 3 часа. В общем и целом, это достойные помощники в вашем доме. Недорогие, достаточно мощные, мобильные и ультра-универсальные. Если на распродаже вам не достанется указанных моделей, то в описании я также дополнительно размещу несколько похожих предложений бренда. Компания Xiaomi – один из топовых лидеров в разработке Powerbank. В связи с этим, без лишних слов, презентую три самые ходовые модели. Рейтинг лучших просто нельзя представить без Xiaomi Wireless Powerbank на 10 000 мАч. Тут, как вы уже догадались, имеется поддержка беспроводной зарядки, что очень удобно для подзарядок на ходу, когда смартфон и Powerbank лежат в одном кармане или сумке. Также этот Powerbank поддерживает как быструю зарядку до 18 Вт, так и имеет поддержку технологии Power Delivery, которая поможет зарядить вам ноутбук или другие более мощные устройства. Но будьте бдительны, на просторах Али также гуляет более дешевая версия этого Powerbank с приставкой Essential или YAS, без поддержки этой технологии. Ее лучше не покупать. Но в описании я оставил именно правильную версию, которая должна иметь индекс, указанный на экране. Еще одна интересная новинка года относится к ультракомпактному классу, собственно она так и называется. Xiaomi Mi Powerbank 3 Ultra Compact, тоже на 10 000 мАч. Это небольшой бюджетный внешний аккумулятор, предназначенный для единовременной зарядки от 1 до 3 мобильных устройств. Изделие имеет крайне малые размеры и вес, всего 200 грамм, поэтому легко поместится у вас в кармане. Присутствуют два USB-A выхода и два входа USB-C и microUSB. Заряжать им можно телефоны, смарт-устройства, ноутбуки и другие мощные устройства благодаря поддержке той же Power Delivery. Ток выдает до 3 А. Есть защита от короткого замыкания. Само собой, поддерживается быстрая зарядка. Максимум мощности, которую дает этот внешний аккумулятор, составляет 22,5 Вт. Поэтому, например, iPhone 11 заряжается в два раза быстрее, чем при использовании родной зарядки Apple мощностью 5 Вт. Ну и напоследок я оставил своего любимца, Xiaomi Mi Powerbank 3 Pro на 20 000 мА. Главная особенность этого пауэрбанка в том, что он позволяет заряжать большинство ноутбуков, имеющих порт Type-C, так как обладает поддержкой PD и очень мощным током на выход, без малого целых 45 Вт. Оснащен всеми необходимыми в 2021 разъемами, а сам корпус из ABS-пластика выполнен в красивом матовом черном цвете. Полная зарядка самого устройства составляет 7 часов, а одновременно он также способен заряжать до трех устройств. Если привыкли покупать только все самое функциональное и лучшее, Mi Powerbank 3 Pro создан именно для вас. Согласитесь, такое вы вряд ли видели. Дозатор для мыла с экраном, термометром и встроенной батареей. Лично я пользуюсь прошлой версией дозатора известной марки уже больше года. И в ней для меня лишь один минус – невозможность нормально долить мыло в сменный бачок, ввиду того, что он подразумевает под собой одноразовое использование. Поэтому приходится чудить, то ли вырезая отверстия в колбе, то ли разогревать и поддевать пластиковую заглушку чем-то острым, рискуя ее сломать. А стоимость сменных блоков составляет в среднем полторы тысячи рублей за комплект из трех штук. Во всем остальном сей девайс крайне актуален в наши нелегкие времена, и даже детям он нравится как игрушка, стимулирующая как можно чаще мыть руки. Но в этом году вышел обновленный вариант данной приблуды. Теперь отныне доступ к колбе ничем не ограничен. Просто берем жидкое мыло и воду в соотношении 30 на 70, смешиваем их уже сразу в бачке и пользуемся. Мало того, прибор лишили и пальчиковых батареек, которые время от времени приходилось покупать, заменив их на встроенный аккумулятор, заряжаемый от разъема USB-C. Не каждый смартфон такой еще имеет. Еще один приятный бонус – крупный дисплей, на котором отображаются температура и уровень заряда батареи. В общем, любопытство со стороны гостей будет вам обеспечено. И все это при том, что прошлогоднюю цену производителю удалось сохранить, и даже я обладаю желанием подарить свой старый диспенсер бабушке с дедушкой, дабы заменить на этот. Самый ходовой товар бренда Xiaomi – это смартфоны. Именно их больше всего будут брать на распродаже 11.11 и всех остальных акциях на Алиэкспресс. Ведь первая ассоциация при упоминании Xiaomi как бренда – это, конечно же, они. Сейчас я предложу вам мини-обзор лучших предложений бренда, где отобраны самые интересные продукты рисовой компании по разным ценовым категориям, чтобы у вас не было каши в голове при открытии страницы с, казалось бы, одинаковыми картинками всяких телефончиков с буковками ми. Поехали! Redmi 10 очень комфортно чувствует себя в бюджетном сегменте, который продолжает развиваться и радовать нетребовательных покупателей. Это доступный телефон, подающий большие надежды. Устройство имеет все необходимые функции и подойдет нетребовательному юзеру. Да, процессор слабоват, экран тоже не вызывает восхищений, но это оправдано ценникам, которые на распродаже составят 130-140 долларов. Смартфон смотрится стильно, основная камера достойная, даже NFC для оплаты в магазинах есть. Звание самого оптимального ультрабюджетного устройства уходит к Redmi Note 10S. Процессор Helio G95, AMOLED-экран на 6,43 дюйма, аккумулятор на 5000 мАч, быстрая зарядка на 33 Вт, камера 48 Мп, NFC и даже пылевлагозащита по стандарту IP53. На распродаже его ценник может упасть до 170 долларов, что для таких характеристик невероятно круто. Нужен смартфон от Xiaomi на уровень выше? Тогда это Poco X3 Pro. Процессор тут уже Snapdragon 860, экран IPS 6,67 дюйма, с разрешением Full HD+, и частотой 120 Гц. Ещё более ёмкий аккумулятор на 5160 мАч, и всё та же быстрая зарядка на 33 Вт, NFC и влагозащита IP53. Цена на распродаже на него снизится до планки 200 долларов. Если и это для вас не уровень, тогда берите Poco F3. Субфлагман 2021 года от Xiaomi с топовыми характеристиками, высокой производительностью и несоизмеримо низкой ценой, которая на распродаже составит порядка 300 долларов. Процессор Snapdragon 870, Super AMOLED на 6,67 дюйма. Его частота обновления 120 Гц, а кум в угоду изысканности и удобству на 4520 мАч. Ведь толщина этого смартфона всего 7,8 мм. Поддерживается всё та же фирменная быстрая зарядка на 33 Вт и NFC. Нужно что-то ещё более изысканное за примерно те же деньги? На 70 баксов больше придётся выложить за игровой Xiaomi Black Shark 4. Невычурный и интересный дизайн. Процессор Snapdragon 870 с фирменной системой охлаждения. Экран на 6,67 дюймов. AMOLED с поддержкой HDR10 и частотой обновления 144 Гц. Аккум 4500 мАч. Изюминками стала супер-быстрая зарядка аж на 120 Вт. До 100% этот смартфон заряжается всего за 20 минут. Не забыли и NFC. Жаль, что нет беспроводной зарядки и влагозащиты. Во всём остальном это стильный смартфон, который могут рассматривать к покупке все, а не только мобильные геймеры. Подбираемся к так называемым субфлагманам, то есть бюджетным, с определёнными компромиссами. К ним я отнёс такие модели, как Xiaomi 11T, Mi 11i и Xiaomi Mi 11 Lite. Первый, 11T, имеет AMOLED-дисплей на 6,67 дюймов с частотой обновления 120 Гц. Быструю зарядку на 67 Вт, которая полностью восполняет заряд батареи на 5000 мАч за 36 минут. На борту здесь флагманский чипсет от Mediatek Dimensity 1200 Ultra. Он и позволил снизить стоимость аппарата. Да, этот чип не такой быстрый, как Snapdragon 888, но на практике разницу заметить довольно трудно. А вот что легко заметить, так это отсутствие нагрева. Mediatek не греет смартфон, как утюг, и не троттлит под нагрузкой. Также в перечень характеристик входят 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, как минимум 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, камера на 108 Мп и NFC. На распродаже ему пророчат 450 долларов, и это очень и очень вкусный ценник для подобного фарша. Ну и несколько слов о Mi 11i и Mi 11 Lite. Первый стал международной версией Redmi K40 Pro Plus, ровно с теми же техническими параметрами, в том числе Snapdragon 888, 90-герцевый дисплей с разрешением Full HD+, сканер отпечатка пальца на торце, стереодинамики и 33-х ваттная зарядка на аккумуляторе 4520 мАч. В свою очередь, Mi 11 Lite первым предложил Snapdragon 780, амолед-экран со слегка сниженными показателями на фоне старших моделей, в частности, с частотой 90 Гц, зато с Dolby Vision и Gorilla Glass 6, которых нет, к примеру, у Mi 11i. Также здесь тройная камера в том же составе, что и у Ай, за исключением 64-мегапиксельного основного сенсора вместо 108, и несколько других мелких отличий. По сути, эти два устройства являются разными градациями облегченного Mi 11, чтобы уместить серию в любой бюджет. За Mi 11i на распродаже будут требовать примерно 450 долларов. За Lite придется отлистать поменьше, его можно будет урвать в диапазоне от 250 до 300. Ну и наконец, мы подобрались к верхушке нашего мини-рейтинга и апогею смартфона строения компании Xiaomi в 2021 году. А на вершине пьедестала у нас три модели 11T Pro, Mi 11 и Mi 11 Ultra. У всех этих устройств единая аппаратная основа, в том числе топовый Snapdragon 888, передовая память LPDDR5 и UFS 3.1. Сканер отпечатка пальца у всех в экране и все они в стеклянно-металлических корпусах. Конечно же, везде есть NFC. Все смартфоны позиционируются в качестве мультимедийного топа, но каждый делает это по-своему. Mi 11, несмотря на то, что был представлен еще под елочку в прошлом году, на мой взгляд, является оптимальным выбором флагманского устройства в 2021 году. Потому что имеет утонченный дизайн, топовую начинку, одну из лучших камер на рынке и привлекательную цену. На распродаже ценник за него устремится к отметке 800 долларов. Пожалуй, именно его я и закажу себе 11.11. Mi 11 Ultra обладает практически идентичным набором характеристик, но при этом имеет камеру для призванного фотогика. На данный момент он находится на второй строчке рейтинга DXOMark после Huawei P50 Pro. Однако у Huawei нет Google сервисов, а у Xiaomi есть. К тому же найти его глобальную версию на Алиэкспресс не составит никакого труда. Однако данный смартфон скорее выставка технологий для Xiaomi, а не орудия для заработка. 11T Pro квинтэссенция народного флагмана и один из тех смартфонов, за которые все мы так любим Xiaomi. Благодаря разумной экономии удалось достичь привлекательного ценника 600 долларов, что в наше время для флагманского устройства очень и очень недорого. Изюминка аппарата быстрая зарядка на 120 Вт, благодаря которой заряд полностью восполняется за 17 минут. Новинка уступает настоящему флагману Mi 11 в плане экрана, меньше диагонали, меньше разрешения. Также Т-версия тяжелее и не так изящно оформлена. У нее нет беспроводной зарядки. При этом она получила ту же аппаратную платформу, более совершенную камеру с оптическим зумом и более емкую батарею. В общем выбор достаточно сложный и он остается за вами. Что ж, всем удачных покупок, друзья! Тратьте свои деньги с умом! Я на этой ноте прощаюсь с вами! Игорь Негода